всем большой шалом из крыма это видео но можно назвать его неким итогом года которые подходят концу в нем хочу озвучить несколько таких моментов важных может быть не глубоко духовных но не менее весомых как по мне ну во первых так незаметно мы прошли здесь на youtube канале отметку 30 тысяч подписчиков это много я считаю это большое доверие от господа нам школе христа в крыму лично для меня я воспринимаю это как вызов и понимаю что нужно нужна мудрость чтобы двигаться дальше потому что чем больше подписчиков тем больше и эффект как положительный так и отрицательный поэтому говорит ли кто как говорит как слова божьи это вот сейчас прям очень очень-очень актуально лично для меня всех вас конечно же я приветствую все кто сюда приходит постоянно заходит иногда может быть зайдет один-два раза за все время но если вы что-то получаете здесь от господа я лично считаю что она того стоит все это этим заниматься все что связано с ютубом и так далее поэтому мы двигаемся дальше сколько бы нас ни было 30000 30 человек или 300 тысяч это не имеет большого значения в плане вещания вещание будет идти пока господь этого хочет возможно придет момент когда но такие варианты нельзя исключать вот скажет господь закрыть канал на ю тубе начинать что-то другое ну может и такое быть значит будем стараться быть послушными но покуда сейчас вот этот вот канал этот источник из него течет божье слово будет будем продолжать проявлять все усердие в этом направлении одно из видео из последних видео было еще людей по духу очень много людей написала свои данные свои заявки вот из регионов по всему лицу земли конечно россия украина в основном но есть и ближние и дальние зарубежья что хотелось сказать youtube он не позволяет возможно это где-то в настройках я не очень глубоко знаю все это алгоритмы youtube а он не позволяет оставлять прямые ссылки то есть телефоны и сайты email и поэтому если вы писали заявку и вы ищете действительно людей в своем регионе зайдите на это видео или в telegram или на ю тубе на ю тубе побольше было комментариев но в телеграме тоже там достаточно много и пройдитесь по комментариям и сейчас свой регион то есть возможно вы написали вам ответа не было но кто-то еще в комментариях написал то есть если это действительно важно пройдите по комментариям посмотрите и чтобы закон тачить на ю тубе то есть он не он не даст прямой ссылку я не знаю можно ли писать сообщение в ю тубе не нашел что такой функции но вы можете написать свой телефон буквами то есть вот цифры вместо цифр написать там 123 словами или написать часть цифр цифр цифрами а пару цифр буквами тогда youtube пропустит это и человек получит ваш контакт чтобы вы могли в своем регионе встретиться и пообщаться ну или или где-то сказать вот ищите меня в группе вконтакте или где-то там в одноклассниках я не знаю где кто бывает по такому-то имени это важно я слышал уже свидетельство что люди уже договариваются встречах после этого видео нашли друг друга и собираются встретиться и помолиться вместе в каком-то регионе слава богу за все поэтому еще раз если это важно для вас пройдитесь по комментариях поищите свой населенный пункт город регион и попробуйте вот так проявить смекалку хитрость чтобы закон тачить с человеком пишут иногда такие комментарии надо молиться за юрия ну за меня и я могу сказать не только надо нужно обязательно я сам лично очень прошу очень те кто смотрит эти видео те кто получают что-то через них пожалуйста молитесь за меня за мою семью за нашу церковь потому что ну если апостолу павлу апостола павла была необходимость чтобы за него молилась церковь он просил об этом ну тем более мы нуждаемся поэтому это не просто неплохо было молиться за юрия молитесь прошу вас поддерживайте пусть дух святой направляет ваши молитвы потому что он знает реально в чем кто нуждается и где какие ну может быть ловушки пытается подготовить враг там лично для меня или для нашего окружения здесь в крыму поэтому очень прошу молиться и выражаю огромную благодарность всем кто регулярно молится я знаю что есть люди ходатай и молитвенники которые они даже ничего не спрашивают не говорят они просто верно стоят на страже что вот бог дал им цель дал им объект скажем за который молиться и они это делают верно может на этой земле мы не встретимся я не смогу вас обнять пожать руку но в вечности я безусловно уверен что мы все эти нюансы узнаем друг о друге и кто за кого действительно душу полагал на самом деле и там у нас будет возможность и обняться и поблагодарить и друг друга и бога друг за друга также огромное благодарны всех кто поддерживает нас экономически присылают пожертвования конечно сейчас сюда что-либо прислать это крайне сложно если не из россии даже с украины уже ничего не пришлешь не говоря уже дальнем зарубежье но я удивляюсь как люди они находят пути они находят варианты чтобы сюда пришло их семя поэтому действительно кто ищет тут найдет это правда пусть бог всех вас обильно благословит в том эквиваленте в котором вы от него нуждаетесь и я хочу подчеркнуть что даяние и молитвенное ходатайство между ними можно ставить знак равно потому что и то и другое покров это и другое помощь такой буст подъем который у которого у тебя нет поэтому все кто молится и все кто поддерживает нас экономически я считаю это одинаково важно нельзя сказать это важнее это мало важно нет все люди иногда знаете такое даже пишут вот мы хотим там прислать вам пожертвования но оно такое маленькое вы не оскорбитесь надеюсь таким маленьким пожертвованием я хочу сказать иногда люди присылают 40 рублей 50 рублей как можно сказать что это что-то маленькое незначительное возможно это те две лепты две лепты человека которые больше чем какие-то тысячи которые могут другие прислать поэтому любое семя это и оружие это и хлеб это и она приносит благословения вот что хочу сказать неважно сколько не важно какие суммы большие маленькие если вы это делаете в послушании богу это имеет приятное благоухание которое для одних живительное для других губительное поэтому да воздаст вам всем бог за это и такой еще момент мы в крыму я в крыму родился я в крыму живу все 44 года свои ну кроме вот в 90-х я может месяцев семь провел в москве когда учился библейской школе а так я все время здесь то есть это моя земля за не здесь совершались все молитвы здесь школа и духовной войны проходила практическая вообще школа жизни школа духа здесь мы объехали все горы все концы крымской земли очень много было ходатайство молитвы духовной брони одну прямо десятками лет больше десяти лет интенсивно шло потом в равной в разной степени интенсивности это происходило поэтому здесь что я могу сказать как то есть я почему это подчеркнул что я что-то знаю о крыме вот чтобы было понимание потому что когда люди где-то не бывавшие здесь может ни разу или не жившие ну рассуждают о крыме это одно но когда говорят люди которые здесь провели всю жизнь и они ну вот моя кожа состоит из крымской земли то есть вот это тело и прах и мы напитываемся этими ароматами и и ароматами и пылью и всего то крым крым и я могу сказать что на сегодняшний день как я вижу крым я вижу крым камнем преткновения и соблазна то есть вот эта земля это этот вот полуостров он стал не только для украины россии а для большой части мира камнем преткновения и соблазна сколько сегодня кривотолков чей крым скажи ничей крым я скажу тебе кто ты сколько сегодня разделение на почве крыма то есть крым стал камнем разделение камнем соблазна сегодня не аккуратно что-то скажешь о крыме ты можешь потерять часть друзей а то и присесть куда-нибудь там места не столь отдаленные то есть крым это такой очень стал острый жесткий регион прежде всего не воен то здесь нету войны на сегодняшний момент слава богу но он стал камнем преткновения в отношениях масс людей государств стран и точно также говорил говорилось об иисусе что он будет камнем преткновения и соблазна но также о нем сказано что он стал камнем краеугольным камнем спасения то есть преткновение соблазн а в итоге спасение поэтому то что я вижу и верю о крыме что он принесет спасение и россии и украине прежде всего потому что не не в политическом не в каком-то экономическом поймите я говорю о духовных вещах духовно крым сегодня камень преткновения и соблазна но также духовный духовно крым он имеет потенциал стать камнем спасения принести спасение в эти страны в эти нации россии и украины потому что с как пришло спасение когда и шоу били распинали разбежались ученики то есть вы все это читали в писании дух физически это выглядело страшно ужасно безнадежно как крах и поражение но духовно в этот момент совершалось спасение и конечно то что я сейчас говорю для кого-то может сказать что ты там гонишь какое спасение сколько проблем из-за крыма там и для россии для украины и вообще сейчас столько вокруг этого негатива вокруг крыма то я могу сказать что я говорю о перспективе впереди то есть то что сейчас выглядит ужасно страшно в перспективе несет спасение поэтому мы продолжаем стоять здесь на этой земле мы нуждаемся в вашей поддержке духовной экономической вот как вот бог вас ведет и верим что потенциал этой земли он не только на разделение на преткновение нападение и соблазн но также на спасение как итог как результат то есть по итогу сегодня что можно сказать огромная часть тела христова пробуждается и в россии и в украине проснулись и начинают практически жить верой и упованием не все но уже большая большая часть особенно конечно в украине сейчас проявилась живая настоящая такая вот не системная церковь экклесия я верю с такими четкими ясными признаками апостольского ну и россия тоже недалеко от этого я верю в россии также сейчас очень много перестановок будет происходить духовных прежде всего поэтому крым вот такой вот на сегодняшний момент жить здесь ну тяжеловато в принципе и было всегда непросто всегда какой-то был слишком дорогой слишком такой не сильно приветливый для тех кто сюда на пмж приезжал но работаем с божьей помощью с этой землей благословляем ее и верим что в итоге она принесет спасение для россии для украины и и в конце я хочу помолиться за всех наших доятелей ходатай за всех кто поддерживает кто стоит и держит руки чтобы они не опускались аллилуйя господь я призываю твое мощное отцовское всеобъемлющее благословение на тех людей которые весь этот год они поддерживали нас духовно экономически морально за всех тех кому ты вложил в сердце участвовать и стоять вместе с нами духовно на этой передовой я призываю это благословение в их жизни в их дома в их тела в их дела которые сейчас возможно какие-то узлы завязаны я призываю развязывающие помазание развязывающие помазание божье слово во все эти неразрешимые ситуации их жизней через те семена веры и финансов которые были высвобождены да приходит в их жизнь помазание дающая свободу и да вкусят они твои блага на той земле на которой они поставлены я молюсь укрепи их руки на войне укрепи их руки в брани на тех рубежах духовных на которых они поставлены да будут они светом и солью в своем городе в своем деревне своей области дару им глубокое видение и проницательность видеть за ширмы видеть за фасады и иллюзии расставленные врагом видеть суть вещей и бить туда в самое сердце самый корень во имя юдайва шуа я благословляю всех детей этих людей которые стоят с нами да будет твой покров на их детях в школах в детских садах в очреве в домах где бы они находились да будет твой покров твоя защита и да не прикоснется враг если враг будет протягивать свои лапы к этим детям да будут они отсечены и сожжены чтобы он боялся приближаться к их детям во имя юдайва шуа и также я молюсь господь чтобы те кто из них одиноки сегодня и ты сказал не хорошо быть человеку одному чтобы они нашли я молюсь господь да найдут они единых по духу людей в своем регионе чтобы постоянно или не постоянно но они могли встречаться вместе преломлять хлеб и воздавать тебе славу едиными устами слава тебе за все господь и я молюсь бог даруй нам новые перспективы и горизонты в виде не на следующий год жизни чтобы мы вошли в него подготовленными и чтобы день не застал нас как тать ночью чтобы мы вошли туда во свете твоего слова и присутствия во имя иешуа аминь аминь всем вам большой шалом кто будет смотреть в шаббат шаббат шалом спасибо богу за всех вас мы верим что даст бог еще послужить ему немало не год не два ну сколько бы ни дал и будем видеть плоды этого служения и на земле и на небе всем вам большой шалом и идем дальше аминь Продолжение следует...